Доброе утро, уважаемые коллеги. Если посмотреть, где мы можем применять в принципе вакцину с точки зрения клинициста, то в принципе у нас во время всего течения заболеваний есть место для таких технологий. Безусловно, клинические исследования начинаются с поздних стадий, но в принципе есть большой полигон для развития и в первичной профилактике, и в профилактике отдаленного метастазирования после хирургического лечения. И тем не менее, несмотря на то, что вакцина – это одно из самых старых направлений в современной иммунотерапии, фактически они развиваются уже в каком-то виде более 30 лет, тем не менее эффективность вакцин так называемых первого поколения, она оставляла желать лучшего. Здесь показаны некоторые результаты наши, где вы видите не очень большую количество объективных ответов, но тем не менее среди них были длительные ответы. И, наверное, наибольшее разочарование от вакцин такого поколения представляет из себя исследование дерма, где включено огромное количество больных. Это вакцина на Мэйджа-3, которая проводилась в качестве адюматной терапии меланомы кожи третьей стадии, и, несмотря на 10-летние усилия, не показала никакого эффекта ни в плане увеличения продолжительности времени до прогрессирования, ни в плане увеличения общей выживаемости, что вызвало, конечно, некоторое разочарование. Но, тем не менее, наука не стояла на месте, и созданы были вакцины второго поколения, которые включают в себя и модифицированные антигены, и различные средства доставки антигена, прежде всего, дендритные клетки, которые являются темой сегодняшнего сообщения, адеванты и антиблокирующая терапия, которую уже все знают, много говорят, но, тем не менее, которая начала разрабатываться именно в контексте создания противоопухолевых вакцин. Что хочется сказать, что использование дендритных клеток для нагрузки действительно имеет очень большое значение. Вот это исследование здесь его подтверждает. Здесь использовалась терапия меланомы кожи третьей-четвертой стадии, и авторы проанализировали, насколько эффективно будет лечение, если один и тот же лизат представлять просто в качестве лизата вводить, либо окружающими дендритной клеткой увидеть увеличение общей выживаемости. Это ни много ни мало пятилетний результат выживаемости для таких пациентов. Технологии применения вакцин, они, в общем, с одной стороны, уникальны для каждого центра, с другой стороны, имеют какие-то общие закономерности. Один из вариантов нашей технологии, где, с одной стороны, получается культура клеток от пациента, получается лизата в опухолевых клетках, им нагружаются незрелые дендритные клетки пациента и вводятся уже в виде зрелых клеток внутри кожи, либо сразу, либо после клея консервации в процессе лечения. Ну и что хочется сказать, все технологии, конечно, похожи, но они все различаются. Тем не менее, очень большое усилие предпринимаются. Здесь на диаграмме показаны на вчерашний день буквально те исследования, которые уже завершены по вакцинам и те, которые проводятся. Видите, еще большое количество исследований проводится. Обратите внимание, что лишь единичные исследования были третьей фазы, которые оказались успешными. На сегодняшний день идет несколько исследований третьей фазы, как при меланоме, так и при опухоле головного мозга, рак и предстательной железы и различных других заболеваниях. Вот то исследование, которое показало принципиальную возможность такого подхода и эффективность, это с плюс ЛТ против плацеба при гормонорезистентном раке предстательной железы. Что столько хочется сразу ответить, что и в этом исследовании не было никакого влияния на время допрогрессирования. Тем не менее, общая выживаемость пациентов была значительно улучшена, пусть это небольшое улучшение, но надо отметить, что все вакцины, о которых мы говорим, это вакцины, которые обладают очень хорошей переносимостью. Ну вот, характеристики в зависимости от уровня ПСА, мы видим, что при небольшой активности процесса результаты были получены наилучшие 41 месяц. Медиан общей выживаемости – это пациенты с гормонорезистентным раком, то есть, в котором, в принципе, есть варианты химиотерапии, несколько линий, больше ничего. Ну и, безусловно, важен специфический иммунный ответ. Ну вот, метаанализ большой, который включил в себя большое количество публикаций, и персонализированный анализ, то есть индивидуальный анализ каждого пациента, который показал, что при наличии специфического токлеичного иммунного ответа мы можем даже на вакцинотерапии получить очень неплохой результат, объективный ответ – 77%, ну, хуже немножко при опухолях почки, и увеличить вероятность достижения клинически значимого эффекта ну, примерно в 8-10 раз в зависимости от локализации. Альтернативным вариантом являются технологии, которые обеспечивают нагрузку антигенам индивидуальным пациентам уже внутри организма. Это наши технологии, которые зарегистрированы в Российской Федерации, регистрация сохраняется до настоящего времени, где незрелые дендритные клетки вводятся в предварительно облученный ФДТ-опухолевый очаг, и там нагружаются уже тем материалом гибнущих опухолевых клеток, которые образуются в результате воздействия фотодинамической терапии. Ну, вот результаты на гистологическом уровне. Мы видим выраженную инфильтрацию – это именно инфильтрация иммунными клетками, а не опухолевая ткань. Фактически это полный патоморфологический регресс. Мы видим очень длительные ответы в виде реакции ГЗТ, причем эта реакция сохраняется в течение длительного времени. Здесь на одном снимке мы видим реакции после первой вакцинации, второй вакцинации, третьей вакцинации, четвертой вакцинации, четыре вакцинации – это два месяца лечения, то есть это длительно сохраняющиеся иммунные ответы на лечение. Ну, вот частичный регресс, который на самом деле длится уже достаточно долго. Пациентка более трех с половиной лет без лечения, без прогрессирования меланомы кожи, несмотря на выявление другого заболевания. Ну и эффективность, последние наши результаты опубликованы, это частота клинического эффекта в районе 43%, это 14% у больных, которые получили мало циклов терапии, до 60%, которые получили три и более циклов терапии, что статистически значимо. Ну и, соответственно, медиана выживаемости в лучшей группе до 10-9 месяцев – это достаточно неплохие результаты для лечения запущенных форм меланомы. Безусловно, на сегодняшний день есть другие иммуно-онкологические препараты, которые показывают, возможно, лучшие результаты, но это не отменяет применение этих вакцин, как я уже сказал, вакцины позволяют оказывать эффекты на последующее лечение. Что интересно заметить, вот это кривые выживаемости, время до прогрессирования общей выживаемости в зависимости от того, сколько введений получили. Мы провели многофакторный анализ и оценили, насколько связано количество циклов терапии, эффекты, показатели выживаемости. Оказалось, что в модели Кокса количество циклов терапии являлись независимым прогностическим фактором продолжительности жизни пациентов. Таким образом, для иммунотерапии важно, чтобы была адекватная длительность лечения. Другая локализация тоже наша вакцина – это зрелые дендритные клетки, которые нагружены раково-тостеклярными антигенами. О них, в принципе, предыдущий докладчик очень много рассказал. Но вот результаты лечения наших пациентов в исследовании второй фазы. Время до прогрессирования пациентов оказалось в районе 22 месяцев, что, в общем, как минимум не хуже, чем остальные варианты лекарственного лечения для второй линии саркома мягких тканей, которые мы видим на сегодняшний день. Здесь они все показаны. Здесь синим отмечено время до прогрессирования и коричневым цветом общая выживаемость. Но и немаловажная в современном мире является финансовая токсичность лечения. Вот сравнительная характеристика вакцины и, например, химиотерапия, которую на сегодняшний день все применяют и которая ограничена только L-формами сарком. Эффективность одевантного лечения. Мы знаем, что одевантная терапия, возможно, это оптимальное место для применения вакцин, потому что опухолевая нагрузка минимальна, мы фактически боремся с минимальной остаточной болезнью и потенциально влияние опухоли на иммунную систему в целом, оно тоже минимально. И, казалось бы, здесь мы можем добиться лучших результатов, но вот результаты некоторых исследований наших и коллег, которые показывают достаточно неплохие результаты в одевантном применении вакцины. Последние результаты обновления наших вакцин, это было сделано где-то полгода назад. Мы пытались сравнить с одевантной терапией интерфероном альфа, которая проводилась у тех же наших пациентов, которые потом лечились с метастатическим процессом, что получилось. В группу больных попали пациенты почему-то с более тяжелой стадией заболевания, не было никого с первой и второй стадии, основная масса пациентов была с третьей и была четвертая стадия, у которых проведена полная цитредукция. То есть это наиболее неблагоприятные пациенты, у которых фактически не существует доказанная эффективная одевантная иммунотерапия. В группу интерферона попали гораздо более благоприятные пациенты, было практически 30% почти больных с первой-второй стадии, у нас все-таки в стране и назначается иногда при таких стадиях интерферон, была значительная доля пациентов с третьей стадии и мало пациентов с четвертой стадии. Но что оказалось? Что медианное время недопрогрессирования при вакцинах все-таки немножко лучше. Но с другой иммунотерапией расхождение случилось в более поздние сроки, двухлетняя выживаемость стала 42% и относительный риск 0,74. Как это выглядит на графике? Выглядит это вот так. У нас, к сожалению, еще недостаточно зрелые результаты общей выживаемости, но тем не менее мы видим, что если брать, например, трехлетнюю выживаемость вот здесь и четырехлетнюю выживаемость, то в группе пациентов, получавших вакцину до сих пор, есть достаточно большой процент пациентов, которые не прогрессировали. Мы видим, что и формируется что-то наподобие плата, которую мы все хотим получить. Тем не менее, все пациенты с интерфероном к этому моменту уже запрогрессировали. Безусловно, это не рандомизированные исследования, его данные требуются интерпретировать с осторожностью, но это хороший повод для того, чтобы сделать все-таки рандомизированные исследования у этих пациентов. Тем более, если, как мы сегодня знаем, есть две опции иммунотерапии. Одевантная иммунотерапия меланома – это лечение интерфероном, которое обладает сомнительной эффективностью и в высоких дозах высокой токсичности, и лечение эпилемумабом, которое обладает тоже немалой токсичностью, но более-менее доказанной эффективностью, по крайней мере, в очень высоких дозах. Местатистический колоректальный рак от диванной терапии после полной циторедукции исследований зарубежных коллег пациента, получающих вакцину, также оказываются показывать лучшие результаты по времени до прогрессирования и несколько лучших результатов по общей выживаемости. Другое исследование – сочетанная терапия. Мне уже сегодня задавали вопросы по поводу использования цитокинов вместе с вакцинами. Вот исследования тоже зарубежных коллег, которые изучали в разных фазах сочетание дендритно-клеточной вакцины с введением интерлекин-2. Оказалось, что режим играл очень большое значение в эффективности терапии у больных меланома. Видите, те пациенты, которые получали чаще вакцину и более интенсивный режим терапии, имели гораздо лучшие результаты лечения. Но кроме того, что вакцина может оказать влияние на текущую ситуацию, даже при неэффективности применения вакцины может оказать влияние на последующее лечение. Здесь два исследования, наши результаты, результаты израильских коллег, которые оценили влияние предшествующего применения вакцины терапией пилимома. Вы знаете, это как раз тот препарат, который создал революцию и ренессанс иммуно-онкологию в умах всех онкологов. Посмотрите, насколько разнится эффективность терапии у израильских коллег, что у нас в показателях общей выживаемости. Те пациенты, которые получали вакцину до начала терапии пилимома, это значит, что они прогрессировали после этой вакцинотерапии. Тем не менее, у них результаты лечения практически в три раза лучше, чем у пациентов, которые никогда не получали вакцинотерапию. Ну и поддерживающая терапия. Еще одна опция, которая очень может быть востребована в плане развития вакцинотерапии. Здесь результаты Ронса Блохина, отделения Льва Вадимовича Демидова, которые показали, что применение вакцины после терапии дакарбазином при достижении стабилизации или частичного регресса может существенно увеличить выживаемость больных. Мы опять-таки видим платы и платы на хорошем уровне. Это 20%, то примерно то же самое, что дает пилиумаб в районе 20%. Поэтому это еще одна опция. Тем более, что мы при многих методах терапии, особенно при химиотерапии, мы не можем ее проводить бесконечно. А после отмены лечения очень часто случаются прогрессирования, и нам надо как-то поддержать этот эффект. Ну и несколько слов о технологии приготовления. Я уже сказал, что очень сложно сравнивать исследования, различные исследования, проведенные в разных центрах терапии. Здесь мы пытались проанализировать, насколько влияет продукция опухолевыми клетками, которые мы используем для лизата, продукция этими клетками иммуносупрусирующих факторов в культуре, насколько она влияет на результаты лечения. Нам удалось с точностью до 80% где-то предсказывать результат лечения пациентам в зависимости от того, продуцировали опухолевые клетки, у него иммуносупрусирующие факты. Нет, посмотрите, пациенты с клиническим эффектом, отмечены здесь зелеными кружками, все они группируются вот в этой зоне, где клетки продуцировали малое количество иммуносупрусирующих факторов. Любой другой ответ – это фактически неэффективность вакцинотерапии. Это мы тоже должны учитывать. Это аргумент в пользу как раз неиспользования возможных лизатов или тщательного отбора лизатов для использования, потому что все-таки в опухолевых лизатах содержится большое количество различных белков, и это может до какой-то степени улучшить результаты лечения. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день вакцины на основе доноритных клеток обладают клинической значимостью, они позволяют достичь эффектов. Вопрос в количестве этих эффектов стоит в сопоставлении с другими препаратами, он открыт, но тем не менее они характеризуются очень высокой безопасностью. Мы здесь фактически не можем показать слайдов нежелательных явлений третьей степени, которые мы легко покажем при применении любого иммуно-онкологического препарата. Все пациенты, которые получали химиотерапию, например, у нас в исследовании при саркомах в мягких тканях, они всегда голосуют за вакцину, несмотря ни на что, потому что она намного лучше переносится, чем химиотерапия. Поэтому это, безусловно, их потенциальный эффект, их очень хорошая переносимость. Это повод для активного комбинирования их последовательного или одновременного с другими подходами, в первую очередь иммунотерапевтическими, но и с использованием других методов терапии, химиотерапии, лучевой терапии, хирургического лечения. И наиболее перспективным, конечно, представляется на сегодняшний день применение этих вакцин в одеванных или поддерживающих режимах, поскольку это то место, которое мы имеем наименшее количество объектов в воздействии, наверное, наибольшая необходимость в поддержании хорошего достигнутого эффекта лечения. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Коллеги, один-два вопроса можно задать кратких. Пожалуйста, Заир Григорьевна. Спасибо, очень понравился Ваш доклад, я, в общем-то, знаю Ваши данные. Но я хотела бы сказать, вот у Вас лично не создается впечатление, вот так можно любому человеку больному назначать вакцинотерапию или все-таки Вы разрабатываете какие-то предикторы использования вакцины, противопоказания и так далее. Да, безусловно, мы пытаемся разработать и предикторы и противопоказания, потому что, безусловно, надо оценивать состояние иммунной системы. Бесполезно назначать вакцину пациенту, у которого очень плохое общее состояние, у которого требуется активная палиативная помощь, у которого, по сути, идет бурное прогрессирование процесса или огромная опухолевая масса. Даже если вакцина что-то сделает, этого будет явно недостаточно для этого. Единственный плюс для этих пациентов, что она не токсична, но мы назначаем не для того, чтобы не было токсичности, а для того, чтобы был эффект. Безусловно, их надо назначать раньше, их надо назначать тогда, когда у нас есть время. И вот как раз поэтому мы и говорим, что их надо назначать, и считаем, что более перспективными их назначать именно в поддерживающем режиме или в адевантном, потому что другими методами лечения мы тогда достигаем какого-то эффекта. У нас есть реальное время у этих пациентов, когда они в стабильном состоянии, когда у них иммунная система не перегружена другими проблемами, чтобы решить вопрос недостаточного узнавания иммунной системы и опухоли. Потому что когда у нас есть специфический противоопухолевый иммунный ответ, когда иммунная система знает, но не работает, это вопрос не для вакцины, они не могут решить этот вопрос, это вопрос для совершенно других методов терапии. Другой аспект, что у нас препараты антицитля-4 и анти-PD-1, они все снимают именно тормозные сигналы с иммунной системы. Но если при этом в иммунной системе нет распознавания опухоли, ничего хорошего они сделать не смогут, им некого разблокировать. И это как раз то место, где вакцины могут помочь, потому что они как раз и создают этот пол клеток, которые могут реагировать, может быть, на новые антигены, а может быть, даже на искусственные антигены, которые будут кросс-реагировать уже с опухолевую тканью больного. Поэтому вот здесь, мне кажется, это будет оптимальным применением вакцины. Тем более, что если говорить про иммунологическую эффективность, как вы знаете, вакцина обладает очень высокой иммунологической эффективностью, и по сути, раньше или позже, но почти у всех пациентов мы умудряемся достигать какого-то иммунологического ответа. Не у всех это происходит за первые 4 введения, у кому-то надо 5, 6 и больше. Но тем не менее, это удается сделать, это как раз повод для комбинирования этих препаратов. Алексей Викторович, спасибо. Вы прочитали мини-лекцию, очень, кстати, полезную. Есть еще вопросы? Один вопросик, пожалуйста. Ростовский онкоинститут. Подскажите, пожалуйста, вы использовали только аутологичные дендритные клетки? Вы не пробовали донорские использовать? Нет, мы используем только аутологичные. Все, спасибо, да? Больше нет вопросов. Кто-то еще хочет? Настаивайте быстренько. Да, пожалуйста. Потому что мы уже вышли на наш... Меня зовут Байл Тимкин, я являюсь сотрудником компании NSG MBI System. Меня интересует вопрос. Вы сказали, что абсолютно нет никаких токсиологических эффектов. Прямо абсолютно ничего побочного не может произойти? Нет, могут быть нежелательные явления. Я имел в виду нежелательные явления 3, 4, 5 степени, которые с нами не наблюдались и которые мы могли бы однозначно связать с вакцинами. Да, вакцины – это иммунотерапия. Потенциально они могут вызывать те иммуноопосредственные нежелательные явления, которые мы знаем при любой иммунотерапии. Просто вероятность этого крайне низка и несопоставима с другими вариантами иммунотерапии. То, что мы видели, это элементы гриппоподобного синдрома первой степени в дне введения вакцина. Вакцина, что никак вообще не отражается и не требует никакого лечения. Это не то нежелательное явление, которого стоит бояться. Что-то более серьезное, но практически никогда. Спасибо. Еще нельзя? Можно еще один? Нет, мы уже выходим за рамки, извините, пожалуйста. Спасибо.